Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 273, GZL, Фёдор Михайлович Достоевский. Здравствуйте, друзья! Как вы уже догадались, сегодня у нас будет не совсем традиционный выпуск, состоящий из краткой истории и подробного объяснения. Сегодня очередной выпуск из серии «Жизнь замечательных людей», а это значит, что мы поговорим о каком-то великом человеке, представителе русской истории, литературы или военного дела. Прежде чем мы перейдем к теме выпуска, хотим поблагодарить нашего внимательного слушателя Шона, который недавно прислал интересный вопрос о видах глаголов в русском языке. Нам очень приятно, спасибо! Итак, наш сегодняшний герой наверняка вам известен. Если о Николае Лескове или Всеволоде Гаршине вы могли узнать, скорее всего, из наших выпусков, то Фёдора Михайловича Достоевского знают все, кто когда-либо интересовался русской культурой и русским языком. Вместе со Львом Толстым Достоевский считается иностранцами самым известным и самым сильным русским писателем. Тут, наверное, следует пояснить, какой писатель является сильным, а какой нет. Предположим, вы не являетесь литературоведом, то есть человеком, профессионально изучающим литературу. Тогда сильным можно назвать такого писателя, произведения которого оказывают на вас сильное эмоциональное, нравственное или другое воздействие. Правда, надо отдавать себе отчет, то есть понимать, что такое мнение будет субъективно. Кто-то посчитает сильным очередной фильм про Супермена, а кто-то будет в восторге от старых фильмов с Чарли Чаплином. Как вы уже догадались, сильными и слабыми могут быть не только книги и писатели, но и любое другое творчество. Если же попытаться подойти к оценке творчества объективно, то сильным будет писатель, произведение которого хорошо раскрывают описываемые чувства, события и героев. Читатель таких книг может ассоциировать себя с героями и понять, почему они поступают так, а не иначе. Кроме того, характерной чертой сильного произведения должна быть некоторая новизна. Это, кстати, означает, что сейчас считаться хорошим писателем намного тяжелее, чем 150 лет назад. Потому что с каждым годом великих произведений становится больше. Создавать что-то новое сейчас намного тяжелее. Но о Достоевском хорошо отзываются до сих пор. Почему так? Потому что проблемы, которые он поднимал в своих книгах, являются вечными. А подход, который он применил, был новаторским. Композиционно его произведения не очень сложны. В них нет закрученных, то есть сложных, хитрых сюжетов, как у Лескова или Гаршина. В центре произведений Достоевского не сюжет, а герои. Он очень подробно описывает их мысли и переживания. Но зато не описывает, например, природу. В этом упрекал Достоевского другой классик русской литературы Иван Бунин. Но мне, к примеру, не совсем понятно, что делать описанием природы в книгах Федора Михайловича. Они не об этом. Его произведения являются, во-первых, философскими, во-вторых, психологическими, а в-третьих, в каждом произведении очевиден посыл, то есть то, что же хотел сказать нам писатель, для чего он построил такой сюжет и для чего придумал таких героев. Например, герой романа «Идиот» Лев Николаевич Мышкин является честным и добрым человеком с христианскими ценностями. Но он попадает в мир обыкновенных, порой очень злых людей. Не принимая во внимание сюжет, о котором мы поговорим в следующий раз, основную мысль можно выразить так. Наш мир очень далек от идеала. И столкновение с этим идеалом является большой бедой, как для нашего мира, так и для самого идеала. А полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com. Для этого вам нужно подписаться на платные выпуски. Заходите на страничку Membership Options Page, и вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от PayPal и заканчивая карточками MasterCard, Visa, American Express и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятным, смело пишите нам на почту tasteofrussian.gmail.com. Ответим всем, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok